Может ли женщина вдохновить мужчину прийти к вере в Бога? Благодарю. Сначала я отвечу на вопрос в целом, ну, то есть по тому, как это надо понимать, а потом конкретно на ваш вопрос отвечу. Значит, в целом надо знать, что женщина является сердцем мужа, то есть женщина, она имеет чистый разум по природе, и ее склонность к вере является, ну, как бы ее природой. То есть женщина, она верит, потому что ей верится. Ну, то есть это ее природа верить. И в кого еще не верить, как в Бога? Ну, то есть Бога верить правильнее всего, и это понятнее всего, что верить не в Ленина, там, не в кого-то еще, а в Бога. Это понятно очень. Понимаете, поэтому сама природа женщины верит. И не надо сравнивать это с мужчиной, потому что природа мужчины – это двигаться к вере, понимаете? Это большая разница верить и двигаться к чему-то. Мужчина имеет сильный разум, но он нечувствительный. То есть ему надо искать истину, ему надо попытаться это понять. И сама среда, в которой живут мужчины и все люди, в принципе, она не способствует вере. Понимаете, сейчас общество верит в деньги, а не в Бога. В целом, если взять общество, то верится только в деньги и в развитие свое, особенно в Москве. Но что люди верят в развитие и в то, что деньги им помогут в жизни и положение в обществе. И знания также, знания, как вести дела там и так далее. То есть в это люди верят. И так как, понимаете, мужчина всегда занимает в обществе ту веру, которую занимает общество. Ну то есть общество вот считает так в целом, и мужчина тоже живет так, потому что мужчина – это существо социальное. Женщина – это существо семейное, а мужчина – социальное. Природа у мужчины социальная, поэтому ему трудно верить в то, во что общество не верит. Или, допустим, что не общепринято, понимаете. Для него это… к этому надо еще прийти. Это не просто для него к этому прийти. Поэтому существует… в этом заключается равенство между мужчиной и женщиной. Женщина – вдохновляющее начало, а мужчина – двигающееся начало. То есть женщина, допустим, она верит, но ей трудно в вере развиваться. Она даже часто не понимает, что значит развиваться в вере. Она думает, что она развивается, но на самом деле стоит на месте. Часто так бывает. Вот. Но она может верить. Развиваться ей тяжело, верить ей легко. Мужчине легко развиваться, тяжело верить. Понимаете? В этом заключается разница. Поэтому Бог создал так, что женщина вдохновляет мужчину верить. Как она вдохновляет его? Если у нее есть вера настоящая в Бога, не понятия духовные, а вера. Понимаете, чем отличаются понятия от веры? Вера, она соткана из любви. Потому что Бог сам соткан из любви. Если женщина хочет мужчину сделать верующим, это уже не любовь. Это желание использовать кого-то для своего счастья. Вот почему, разберитесь сначала, для чего вы хотите его сделать верующим. В чем причина? В том, что вам легче будет и счастливее с ним тогда жить. Но это и означает эгоизм. При чем тут вера? Это эгоизм чистейшей воды. Просто он как бы под верой скрыт. И в этом случае человек не будет на это покупаться, поддаваться. Потому что чистота рождает чистоту, а эгоизм рождает эгоизм. Часто бывает так, что родители хотят сделать детей вот такими. Не потому, что они хотят им лучше, как им кажется. Потому что они хотят наслаждаться тем, что они будут хорошими. Вот в этом заключается тайная проблема, которая и не дает возможность детям меняться. Или мужу. Поэтому, если вы спросили меня, можно ли мужа привести к вере? Нет, нельзя. С другой стороны, можно ли так жить, чтобы муж стал верующим? Нужно так жить. Но это не означает привести мужа к вере. Это означает жить так, чтобы он увидел в этом смысл. Но если вы будете его вести к вере, или близкого человека вести к вере, тогда в этом случае что произойдет? Он почувствует давление. А в этих вопросах не может быть давление. Вот, допустим, вас кто-то ведет к тому, чтобы выйти за кого-то замуж. Вы испугаетесь? Нет? Вот вас ведут замуж к одному человеку. Страшно, так? А вера – это еще более интимная вещь, чем замужество, понимаете? Потому что вера, она глубоко-глубоко в сердце человека живет. А замужество чуть повыше. Повыше, понимаете? Не так глубоко, как вера. Поэтому вера, так как интимнее, поэтому к ней вообще нельзя никого вести. Если человек сам захочет веру пойти в какую-то, он пойдет. Но вопрос заключается, почему человек хочет этого. Вот в чем вопрос. Потому что он видит там любовь. Любовь является основополагающим принципом развития человека. То есть человек движется всегда в сторону любви. Он не движется в сторону идеи, понимаете? Если он увидит, что вы смиренно себя ведете из-за того, что вы верующие, что вы хорошо к ним относитесь из-за того, что вы верующие, что ваши подружки тоже хорошие из-за того, что они верующие, он увидит в целом эту среду веры, тогда он этим вдохновится и начнет двигаться в этом направлении. Единственное условие заключается в том, что человек, с которым вы встречаетесь, не должен быть ненавистником веры в Бога в целом. Вот такие люди никогда не приходят к Богу, понимаете? Или приходят когда-нибудь потом. Может, не в этой жизни. Понимаете, здесь как должно быть? Человек не против веры. Он нормально относится к этому. Означает, он уже развивается в этом направлении. Есть еще одна проблема. Может так случиться, что он развивается в направлении веры, но разовьется не в ту веру, в которую вы хотите, чтобы он верил. Это нормально. Ну, все, тогда нет проблем. Потому что иногда человек развивается не туда, куда мы хотим. У него свое в сердце, понимаете? Здесь ничего с этим не сделаешь. Я еще одну вещь хочу вам сказать, вот в дополнение и завершение всего, что я уже сказал. Это то, что на самом деле быть верующим человеком не так просто. И многие люди думают, что они верующие, но они не верующие на самом деле. Потому что на самом деле верующий человек, у него есть отличие. Отличие заключается в том, что у него есть духовный наставник. Это вот такое серьезное отличие. Понимаете, есть культура религиозная. Или когда человек в этой культуре живет, он все правила выполняет, на службы ходит, все делает как положено. Но у него при этом, просто это в рамках культуры его внутренней, эстетического чувства происходит. Понимаете? Но вера в Бога это выше этого процесса. Потому что вера означает, что человек выполняет наставления. Он не просто ходит и делает то, что он считает нужным, он выполняет наставления. Вот когда человек выполняет наставления, тогда вера начинает менять его судьбу. Потому что сам человек из своей скорлупы не вылезет. То есть он просто ходит, просто делает что-то. И это хорошо. Но если у человека нет наставника духовного, в его традиции духовной, в данном случае в вашей православии, то есть у вас должен быть православный наставник. И это означает, что он должен обладать очень возвышенными качествами, для того, чтобы вы ему верили. И это означает также ваше развитие. То есть в этом случае вы выше судьбы будете. То есть судьба уже не может в полной степени на вас влиять. И с этой точки зрения, если вам по судьбе положен антагонизм с мужчиной в вопросах идеологии, а вам он положен, потому что такова ваша судьба, потому что вы сами антагонистично относитесь к мужчинам в плане их понятий. Это касается не только этого человека, это касается всего по жизни, что у вас было. Вы в личной жизни не доверяете мужчине, не доверяете его понятиям. Вы всегда с ними сражаетесь, с этими понятиями. Из-за этого вы уже сильно пострадали до этого. Такова ваш экзамен судьбы вашей в личной жизни. И здесь может быть то же самое. Нельзя сказать, что этот человек уже направлен против вас. Нет, но вы можете это сделать. Благодаря давлению своему, понимаете, давлению. Но если вы примете наставника духовного, это давление пройдет, потому что он вам передаст настоящее понимание, что такое вера в сердце ваше. Вера в Бога ничего общего с давлением не имеет вообще. Большинство людей думают, что надо всех тащить в свою веру. Это глупость, которая исходит из неверующего сердца. Потому что верующее сердце, оно просто раздает аромат. Аромат любви к Богу и все. У него нет идеи кого-то куда-то тащить, менять и так далее. Понимаете? Когда аромат любви к Богу пошел из сердца, тогда все это заканчивается. Это идея. Олег Геннадьевич, а можно вопрос? Вот сейчас у меня есть вопросы. Именно по вашему ответу. Я хотела узнать психологический механизм. С чем связана вера женщины и неверие мужчин? У мужчин нет неверия. У него другая природа. Он склонен искать. А женщина склонна принимать. Они по-другому функционируют. Разум просто. Женщина принимает. Она чувствует, принимает. А мужчина ищет. Да, конечно. Это хорошо. Допустим, у меня к вам вопрос ответный. А хотите ли вы себе мужа такого, чтобы он не искал, не добивался, а просто принимал? Нет, ну вы хотите такого мужа себе или нет? Единая психика. Это ложь. Это ложь. Вот вас учат лжи в вашем институте. Вас учат лжи в вашем институте. Потому что психика женщины отличается от психики мужчин. А вот эта ложь приводит к тому, что женщины становятся такими же, как мужчины. И это большая проблема. Это рушит жизнь. Если психика единая, пускай мужики рожают тоже. Нет проблем. Если все едино, пускай рожают. Они не могут рожать. Значит, не едино получается. Что-то есть разное, так? Веда объясняет, что тонкое тело, психическое тело является основой для формирования грубого тела. И тонкое тело формирует уже женский организм, когда в нем заложен принцип другой. Понимаете? Принцип. И вы мне задайте вопрос в начале лекции об этом принципе, потому что важно его прочитать, об нем поговорить перед началом этой лекции о создании семьи. И мы с вами разберем эту тему. В чем различия? Различия колоссальные, коренные. В принципе, устройства, психики, они формируются на разных принципах изначально. Скажите, пожалуйста, чем вызван постоянный страх набрать вес после похудения? Молитва, служение, посещение храма помогает лишь на время. Ужасное чувство тревоги, почти постоянное. Нужны предварительные вопросы. Кто задал вопрос? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны предварительные вопросы. Дополнительные, уточняющие. Человек стесняется. Хорошо. А где? Где? Здесь, да? Вопрос первый. Вы худели с помощью какого-то метода? То есть... На сыроедении полгода. Хорошо. Мы не будем уточняться в подробностях, кто там у вас духовный учитель, что он вам сказал. Важно то, что вы постились и таким образом похудели. Теперь вы боитесь набирать вес, да? Ну, что вы поправитесь, вы боитесь. Чем вызван этот страх? Привязанностью к телу. Вы воспринимаете себя как тело, поэтому боитесь. Понимаете, вот девочка 17 лет, классический пример. Она считает, что ее тело, это и есть ее судьба, ее жизнь. Если тело имеет чуть-чуть не такую комплекцию, допустим, нос немножко не такой, как она хотела бы, или губы, значит, все, жизнь не удалась. Она воспринимает себя как тело, и поэтому думает, что вот все, вариантов в жизни нет. У меня была такая ситуация в 15 лет, когда все выросли в школе. Я вырос раньше, в 14 лет уже вырос в свой рост. А все остальные начали расти позже. Я просто раньше созрел. И что произошло в результате? Я был в шоке. Я стоял почти первый в физкультуре, потом предпоследний стал стоять. И я был в шоке, потому что, ну, значит, все, у меня жизнь не удалась, я невысокий, значит, все, капут в моей жизни, судьбе. Вот. И я начал есть морковь там, пожелтел. Меня потом в больницу желтушную отправили лечить желтуху. Оказалось, три дня морковь не поел, сам побелел. Отправили домой. И дело, идея в чем заключается, что так бывает у всех в основном юношей и девушек, которые, ну, сражаются, мужчины за мышцы, девушки за талию и за лицо. Но это означает считать себя телом. Мои хорошие, вы по природе душа, понимаете? Вот по вашей природе вы душа. Означает не полная, не худая. Но вы об этом не знаете. В этом проблема. Я сейчас эту проблему как раз объясняю. Понимаете? Есть разные способы себя кем-то считать. Смотрите, одни люди себя считают телом. Они поэтому работают с телом. Кем себя считаем? Те, с кем и работаем. Они работают с телом, считают себя телом. Другие считают себя достижениями. Поэтому они работают с достижениями. То есть, допустим, кто-то должен научиться бегать там далеко, кто-то должен научиться в прорубь прыгать, Кто-то должен научиться достигнуть каких-то результатов в чем-то, ну пусть даже в бизнесе. Понимаете, первая концепция телесная называется Анна Майя. Сознание, все сосредоточено на теле, сознание, души. Поэтому человек работает с телом. Он живет с телом, работает все время. Вторая концепция Прана Майя означает, человек работает с движением, с развитием. Он пытается куда-то развиться. Ему все равно тело вообще его не волнует. Его волнует, что кем он станет в жизни, какое положение в обществе займет, или какой рекорд он установит, или на какую гору залезет, или сколько домов построит. Это означает развитие. Вторая концепция Прана Майя. Третья концепция Мана Майя. Следующая, более высокая. Более глубокое представление о себе означает считать себя не развитием, не психической энергией. Сколько у меня энергии, сколько силы, такой я и есть. А считать себя умом уже означает поэзия, искусство, музыка, творчество, творческие способности. То есть человек творит. Он не просто там, не выше и больше скульптуру хочет сделать, а изящнее, понимаете? Это разные вещи. Он стихотворение хочет написать глубже. Он хочет музыку сделать, вдохновение, понимаете? То есть Мана Майя концепция означает, что человек тонкость, тонкое восприятие себя воспринимает, как тонко воспринимающий ум. И он пытается вот это тонкое восприятие мира, картины мира, воссоздать как бы в жизни. И он стремится к этому. У него такая концепция жизни. Ему все равно, худой он или толстый. Все равно, какое положение в обществе он будет занимать. Ему это все равно. Он просто пишет, унылая пора, от чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природоувидания. Понимаете? В Багреции золото, одетые леса. То есть это как можно вообще написать? Это невероятно. Это надо же все это видеть. Понимаете? Следующая концепция называется Вигьяна Майя. Означает, я не тело и не достижение, не психическая энергия и не ум. Я разум. Я человек разумный. Ведь говорят, вот эта концепция четвертая является достойной человеческой формы жизни. Все остальное до этого это детский сад. Вот эта концепция означает, я хочу понять свою глубокую природу. Я хочу жить по законам Бога. Я хочу научиться жить правильно. Я хочу развиваться. Я хочу многое понять, осознать, что такое хорошо, что такое плохо, где правда, где нет правды, где есть вера, что такое вера и так далее. Да человек интересуется всем этим. Это уже следующая, более высокая концепция жизни. Но этому человеку, допустим, ему все равно худо или толстый. Но если ему концепция-то скажет быть худым правильно для того, чтобы развиваться, он будет худым. Он будет худеть для того, чтобы развивать себя как личность. Если ему эта концепция скажет, надо быть полненьким для того, чтобы развиваться, он будет полненьким. Ему все равно. Он не считает, что вот я, вот это вот я, поправилось. И страх сразу. Вот какая концепция у человека в жизни, то его пугает. Допустим, он не развивается как личность, у него страх возник. Он достижения не делает, праномая. У него страх. Достижения нет. Как же я жить буду? Дом не достроил один, который хотел достроить. Или там места не это занял. Все, надо стреляться. Жизни нет. Стихотворение не могу написать. Жизни нет. Следующая концепция. А тут жизни нет, если ты не развиваешься как личность. Худой ты или толстный, такому человеку все равно. Мешает отсутствие здоровья для развития. Буду здоровым, значит. Теперь следующая концепция. Самая у вас высокая. Ананда Майя. Означает, я душа. Это значит, если я душа, это значит, я должен учиться правильно любить. Я должен понять, кого любить больше всего. Я должен учиться быть чистым, честным, возвышенным, смиренным, добрым, решительным, целеустремленным и так далее. Это качество души я перечисляю вам. Это уже не качество ума или разума. Это качество души. Это означает более высокий уровень жизни, вечный. То есть это вечная концепция человеческого существования. Поэтому все зависит от того, на кого работаем, понимаете? Если работаем на теле, на тело, сознание все туда пошло. Человек боится за тело, он ходит все время за тело, трясется. Отсюда здоровый образ жизни означает заработать телом. Допустим, вы видите рекламу, у нас здоровый образ жизни. Означает, так тело делаем, и так тело делаем, и то с телом делаем. Другие говорят, у нас здоровый образ жизни. Уже означает, что мы там чего-то достигаем в жизни, стремимся к чему-то. Третьи говорят, у нас здоровый образ жизни. Означает, мы изучаем эстетику, нравственность, поэзию и так далее. Четвертые говорят, у нас здоровый образ жизни. Означает, надо учиться верить в Бога. Иначе не будет здоровый образ жизни. Понимаете? Одна и та же фраза может быть восприниматься по-разному в зависимости от того, куда идет сознание человека. Вот в этом заключается смысл. Я об этом вот девушке сказал. Сознание идет в тело, страх от тела возникает. Сознание идет в другое во что-то, страх от этого будет возникать. Поэтому ничего страшного, надо менять свою цель в жизни. Цель в жизни надо менять. Менять сознание. Сыроедение – это и есть концепция «я тело» как раз. Мы работаем с телом, едим сырое. Это наша вера, они говорят. Это наша вера, мы едим сырое. Это значит, что мы правильно живем. Все остальные едят не сырое, они неправильно живут. Ну хорошо, корова тоже ест сырое. Это ее вера. Она вареная не ест. Что теперь, она правильная, все остальные неправильные, что ли? Антилопа гну постоянно бежит. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это ее вера. Но это животный уровень существования, понимаете, животный уровень. Человек достоин выше, чего-то выше. Скажите, пожалуйста, где взять аудиозаписи, молитвы святых людей? Хороший вопрос, мне понравился. Вот, допустим, если где взять голую попу, допустим, мы лезем в интернет, голая попа сама вылазит, даже не надо искать. Но если мы хотим определенную голую попу с определенными параметрами, будем искать ее и найдем. О, вот понравилось. А вот где взять молитвы? Непонятно. Ну, поищи точно так же, если ты голую попу умеешь искать, поищи молитвы. Точно так же пойди в интернет, поищи в поисковиках, пообщайся с людьми и найдешь молитвы точно так же. Понимаете, для этого просто нужно желание их искать. Человек, молитва, где взять молитвы-то? Ну, допустим, смотрите, кушать захотелось. Человек будет спрашивать, где взять кушать? Он побежит и будет искать. Кушать, 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 кушать. Раз, оп, это нельзя кушать. О, это можно. Все, начал кушать. Почему? Потому что есть желание. А тут желания нет, а надо искать молитвы. Где их искать? Непонятно. Желания нет. В этом вся проблема. Здесь проблема в желании, не в том, что их негде искать. Неужели, если есть желание, человек не найдет молитвы святых людей? Конечно, найдет. Было бы желание. Вот, допустим, хочется найти мужа себе. Где искать, не знаю, но ищу. И постепенно появляется понимание, как искать, где искать. Все приходит со временем. А? Когда? Когда? Что мне делать? Не могу устроить личную жизнь. Знаете, что делать? Надо понять одну простую вещь. Если ты не можешь устроить личную жизнь, вот бегаешь, бегаешь, ищешь, не можешь устроить, значит, кто-то мешает устроить личную жизнь. Ведь не бывает так, чтобы нигде не было моего близкого человека. Такого же не может быть. Есть, значит, какая-то причина. Кто-то мешает. Надо разобраться, кто мешает. Кто мешает мне устроить мою личную жизнь? Кто ответит на этот вопрос? Сам. Мешает судьба. Законы этого мира. Ты бросила человека жестоко, допустим. Бросила жестоко человека. И об этом даже не думаешь сейчас. Я бросил, и он мучается. Но это же, это его проблемы, не мои. Но это он. Нет, моя хорошая, это твои проблемы. Твои. Потому что ты его бросил, а здесь законы в этом мире есть. Мы как обезьянки живем, там туда пошли, сексом позанимались, сюда пошли, позанимались, этого бросили, того бросили. Мы как бы, ну, такая жизнь сейчас. У нас такая жизнь, но мы не знаем, что здесь есть законы в этом мире. Есть законы, они нас не спрашивают, знаем мы об этом или нет. Они просто есть. Вот, допустим, есть закон такой, что если ты не идешь на красный цвет, то тебя могут сбить. Это закон. Знаешь ты об этом или нет, никого не волнует. Просто тебя может машина сбить в этом случае. Точно такой же закон. Если ты жестоко человека бросаешь, а мы вот знаете как, вот веда описывает, это умственное пространство, оно все переплетено. Понимаете, мы как паутинки связаны со всеми людьми, с которыми мы живем, жили с родственниками. Как паутинки связаны. Вот ему плохо, он влияет на мою судьбу все это время. А ему плохо от чего? Потому что я ему сделал плохо. И он будет влиять на мою судьбу. Все. Таков закон. Хочешь ты, не хочешь, не имеет значения. Директор завода, допустим, мучает своих подчиненных. Сто человек его ненавидит. Будет он счастлив? Нет? Сто человек постоянно его не любят. Он будет счастлив или нет? У меня вопрос к вам. Нет. А может будет? Вот как вы думаете? Может будет? Вот его сто человек ненавидит, ам, ла-ла-ла-ла. Все нормально. Будет или нет? Нет, это закон. С этим ничего не сделаешь. Вот как определить, что это закон? А вот очень просто. Вот смотрите, у вас есть, допустим, у кого-то, что вас один человек не любит? Поднимите руку, кого один человек не любит. Легко жить? Нет? Уже похуже, да? Лучше бы его не было. А представьте, сто человек, представьте сто, это же вообще кошмар. Как вообще жить тогда? Но директор завода живет. Почему? Потому что он принимает определенную позицию жизни, в которой чаще всего так эти люди и живут. Позиция такая. Она описана в ведах такой смешной истории. Когда по пустыне тигр гонится за страусом, тот от него убежать не может. Тигр бегает быстрее. И он как бы хочет как-то куда-то деться. И он голову в песок сует и чувствует, тигра не видно. Значит, все нормально. Понимаете? Но есть одна проблема. Попа-то, она не в песке. А тигру не нужна голова, ему нужна попа. Он ее будет кушать, понимаете? Она у него большая, вкусная. Вот в этом вся проблема, понимаете? Проблема заключается в том, что люди часто живут в этом мире и на чего вот страдаются. А, это все ерунда, это ерунда, это ерунда. Не обращают внимания. А потом, опа, страдания, когда начинаются, они думают, Олег Геннадьевич, почему не могу себе найти близкого человека? А потому что есть закон, который запрещает тебе его найти. И закон гласит, если ты бросила близкого человека, а чаще всего именно так это бывает, бросила близкого человека, то ты будешь за это отвечать. Холодом в сердце. Женщина может быть очень красивая, она может быть привлекательная, мужчина на нее смотрит, близкие отношения строить не могут с ней. Почему? Потому что есть закон, близкие отношения с женщиной можно строить, если она близкая. А если она не может быть близкой, у нее вот здесь холод от того, что она бросила. мужчина приклеивается к женщине, потому что она к себе приклеивает. Он сам не приклеивается, он не может сам приклеиться. Если она его приклеивает близостью, потому что она природу такую имеет женщина, она создает близкие отношения. Но если она бросила кого-то, все, у нее здесь замок. Сердце закрыто на замок. Она близкие отношения уже не может создавать, все, тю-тю. Ужас. Так это не ужас, это же здорово наоборот. Представьте, был бы ужас, если было бы по-другому. Сколько хочешь бросай, и сколько хочешь создавай близких отношений. Вот это ужас. А если вот такие законы существуют, это не ужас, это здорово, это классно. Что делать? О, хороший вопрос. Видите, знание помогает жить. Появляется здесь, начинает что-то шевелиться теперь. Смотрите, первое, что надо делать. Всегда в своей жизни надо изучать, как правильно жить. Вот мы к чему сейчас пришли? Мы раз копнули тему чуть-чуть, и так, Олег Геннадьевич, а что теперь делать? Вот это дальше делать всю жизнь. И дальше изучать, как правильно жить. И дальше это делать, потому что, понимаете, от этого все проблемы. У нас ведь все проблемы от незнания. Допустим, вот и у меня есть этот холод в сердце, я теперь поняла об этом, Олег Геннадьевич, что делать? А здесь уже вот это вот все внешнее уже не имеет значения, понимаете? Потому что ты уже вот там ничего не сделаешь. Делать-то надо здесь, в этом случае, с сердцем что-то. А мы не умеем, мы умеем телевизор смотреть, на работу ходить, мы умеем по телефону разговаривать, в интернет, в компьютерные игры играть умеем, а здесь делать не умеем. Кушать можем, спать можем, вот, а здесь не умеем делать ничего, не знаем, как с этим. Вот оно холодное, что с ним делать? Это называется внутренняя жизнь. И все общество, которое вот сейчас живет, оно не направлено на внутреннюю жизнь, в этом проблема. Общество все, в котором мы живем, направлено на внешнюю жизнь. Все фильмы, которые мы смотрим, все передачи, все рекламы, все говорит. Вот это вот, в Мазамбике там украли то-то, там это то, все вот внешнюю жизнь нам показывают. А здесь вот то, что холодно, никто не показывает. Никто не говорит по передаче, ты бросила мужа, пожалуйста, раскайся в этом. Раскайся. А что такое раскайся? Сказать, простите, я больше не буду? Нет. А что это такое? А вот, оказывается, видите, раскаяние, это процесс, который мы не знаем даже. Мы не знаем, как это работает вообще, чем его едят. Оказывается, для того, чтобы раскаиваться, надо перед кем-то раскаиваться. Пустоту не раскаешься. Поэтому первое, что человек должен иметь, он должен иметь отношение с каким-то святым человеком, пускай даже на иконе. На иконе, потому что связь установится все равно. И он кланяется ему и говорит, пожалуйста, научи мне жить, я глупый человек. Я не соображаю, вот что там делать с этим совсем. Пожалуйста, дай мне силы, дай мне знания, ты чистый. Ты связан с Богом, я не связан. Ты чистый, я грязный. Ты великий, я слабый. И немощный. Пожалуйста, помоги мне. Помоги мне разобраться с собой. Сразу многие из вас сейчас сидят на лекции, думают, опа, почему я немощный? Хм, Олег Геннадьевич, к чему вы призываете? Это что-то не то, что-то не то. Это что-то не то говорит что? Штучка, вот здесь вот, которая всегда нам это говорит. Есть такой анекдот. Человек с девятого этажа падает. Он говорит, Господи, помоги мне, помоги, я так тебе всю жизнь буду благодарен. Вообще, я вот для тебя вот это вот сделаю, вот это вот сделаю, вот это вот сделаю, все. Пожалуйста, помоги. Раз зацепился на первом этаже за сук, не упал, не разбился. Такой отряхивается, думает, такие только мысли не приходят в голову, когда с девятого этажа падаешь. Да с девятого этажа падал, он пришел в нормальное сознание. Нормальное сознание человека какое? Я беспомощный в этом мире. Беспомощный. Это нормальное сознание. Означает, что нужно прибежище, высшее прибежище какое-то. Но мы считаем себя здесь крутыми. Какие мы беспомощные? Какие? Я у меня, Олег Геннадьевич, у меня тут, это вы беспомощные, а у меня целый завод. Ну хорошо, этот завод тебя спасет от того, чтобы тело оставлять, помирать. Он тебе даст бессмертие? Нет. Если тебе кислород перекроют, 4 минуты и завод не спасет. Тебе придется помирать. И так далее. Смотрите, мы зависим от всего, зависим от пищи, зависим от воздуха, зависим от того, что мы стареем просто, зависим от здоровья. Мы зависим от многих вещей, будет война или не будет, мы от этого зависим. Если будет война, хоть у тебя 5 заводов, все равно ты будешь такой же несчастный, как все остальные. Ну, как бы скажут, нет, нет, Олег Геннадьевич, я не такой же буду несчастный, я сяду на свой самолетик и полечу куда-нибудь на острова и там просижу. Может быть, это и так. Но если у тебя будет геморрой, хоть на островах, хоть здесь, ты от на самолетике от него не улетишь. Понимаете, вот это наше, вот это вот ощущение, что мы крутые, ну мы крутые здесь в этом мире, оно неправильное же. Это и есть глупость. Первое, что нужно понять, что я завишу от всего, что это... Смотрите, сам себя не рожал, сам себя не умираю. Это, смотрите, все без моей воли происходит. Приходит время, человек оставляет тело, приходит время, он рождается. И вот некоторые люди понимают, вот хочу замуж выйти, а не могу. О, опять приходит понимание, что не все здесь, вот то, что мне хочется в этом мире. Оказывается, есть силы, которые от меня не зависят. А я от них завишу сто процентов. Я от них сто процентов завишу. Но есть одна проблема в моем сердце, которая называется гордость. Я не хочу вот из-за этой гордости, это первое... Понимаете, веды говорят, гордость, это и есть неведение. Первое правило человеческой жизни – смирение. То есть мы должны научиться слушать старших. Вот до этой лекции ко мне пришел старший, и мы не по поводу этой лекции говорили, но он мне давал наставление. Я смиренно слушал. Почему? Потому что по-другому невозможно жить. Это не жизнь по-другому, не жизнь. Когда человек получает возможность иметь старшего в жизни, сначала пускай это будет на иконе, потом постепенно. Само понятие старшинства сформируется в сердце, и будет возможность советоваться сначала просто с человеком, потом с более возвышенным, с более возвышенным, потом появится наставник. Так и развитие идет человека. Настоящая жизнь так начинается. А для чего это надо? А для того, чтобы понять, как там внутри работать. Вот потому что, когда внутри меняется, вовне тоже меняется. Сердце становится теплым, появляется сразу близкий человек. Тут же долго ждать не надо. Любому мужчине нужна женщина с теплым сердцем на всю жизнь. Это великое достояние. Великое достояние. Но женщин с теплым сердцем мало, потому что большинство из женщин одинокие от того, что они разрушили свою семью. Поэтому раскаяние – это что такое? Это отношение со святым человеком. Это означает попробовать еще раз. Понимаете, семью создает Бог. Вот это мы уже приближаемся к нашей лекции. Да, сколько у нас времени-то? У нас уже время лекцию начать. Семь часов. Сделай листочек, пожалуйста. Это вот обязательно, да? Я вас прошу. Делать я больше не знаю. Спасибо. Полгода как муж меня оставил из-за любовницы. Уверены, что из-за любовницы? Сто процентов? Сейчас разберемся с этим. Но ушел уже не к ней. Со мной остались двое детей двух-трех лет. Возвращаться не хочет. Говорит, быть вместе не сможем. Я испорчу тебе жизнь. Направить ли мне усилия на создание новых отношений с семьей или попытаться восстановить отношения с бывшим мужем? И то, и другое – это неправильный ход мышления. И то, и другое – неправильно. Ни то, ни другое не поможет. Что делать? Вот здесь делать. Вот здесь. Вот здесь надо что-то сделать, чтобы мужчина реагировал на вас правильно. Много чего нужно сделать. Ну, допустим, я скажу, все равно это не поможет. Надо само это понять. Первое – независимость. Независимость. Смотрите. Что женщину может сделать счастливой, ей Бог дал противоположное сначала, чтобы она осознала и пришла к своему счастью. Человек не может просто так стать счастливым. Вот что женщине Бог дал? Смотрите. Он дал женщине возможность видеть все недостатки мужа. В секунду. Женщина-то все, вот про нее узнает все. Она, смотрите, сама по себе такая красивая, как бы, и голос нежный, и обращение правильное со всеми. Все такое классное у нее. И она думает, вот этого дурака, что ли, я должна слушаться? Он даже не может правильно говорить, обращаться. Всему надо учить. Но женщина счастлива, когда она занимает смиренное положение. Вот это приносит счастье ей, потому что, когда она занимает смиренное положение, именно это в женщине мужчина любит. Хотите, я вам докажу это? Когда вы только встречаться начинаете, как вы себя ведете? А потом? А потом? Это раз. Он вас боится просто. Вот, согласна. Боится вас. Он очень деликатный человек, понимаете? Хоть вы его писали здесь монстром. Я вижу этого человека. Он очень деликатный человек. И он обжегся об вас очень сильно, потому что упрямо, как баран. Вот, видите, есть, значит, причины. Я поэтому вас спросил с самого начала. Вы говорите, он меня просил из-за любовницы. А я спросил, точно из-за этого? Вы говорите, да, сто процентов. А я вот сто процентов знаю, что не точно из-за этого. Это уже результат любовницы, понимаете? Поэтому он и не остался с ней. Потому что он устал от этого всего. Он устал от этой упрямости, жесткости в обращении, принципиальности, несмирении, непокладистости. Вот это все. Это же долбит мужчину невозможно. Невозможно просто долбит. Говорите, искать другого или с этим? А какая разница? То же самое будет потом. А любой мужчина не может этого терпеть. Вот если бы вы со мной пожили вот таким образом, как вот вы живете, я бы вот так вот не сидел здесь румяненький, понимаете? Я бы пришел, такой, законы счастливой жизни. Страшно бы было на меня посмотреть. Видите, как все оказывается. А почему? Вот почему вы этого не знали? Ведь вы согласились со всем. Вот почему вы этого не знали? В чем у меня теперь к вам вопрос? К вам? Нет, нет, я не про это говорю вообще. Я говорю, почему вы этого не знали? Вы же со всем согласились? Почему вы этого не знали? ну до этого вы же считали что он вас бросил он виноват теперь поняли другое что вы оказывается виноват в том что так произошло оба они оба виноваты оба моя хорошая не оба виноваты а вы виноваты олег геннадий это неправда вот смотри три вида правды первая правда все это правда он виноват это правда погубит вашу семейную жизнь полностью три дороги всегда есть у человека первая дорога убивает его человека 2 отнимает коня 3 делает счастливым русские сказки это не сказки это на самом деле правда всегда так работает жизнь первая дорога самая сладкая убивает полностью сладкая дорога он виноват легче всего так думать вторая дорога мы оба виноваты отбирает коня означает мужа ну то есть замуж выйти невозможно ну так можно как-то жить хотя бы с ума не сойдешь третья дорога я виновата во всем делать человека счастливым эта дорога называется внутренняя жизнь понимаете да он виноват этот факт но это не ваше дело ваше дело вообще забыть о том что он виноват забыть если вы забудете об этом есть шанс что он вернется потому что вы говорите мне к нему нового а вы не полномочный в этом человек понимаете не полномочный потому что вот мы начинаем нашу лекцию сейчас потому что отношения создает бог они вы мне нового искать ну хоть ищите хоть не ищите листья желтые над городом кружатся это ваша судьба сейчас я мою рассказываю листья желтые скажите что вам снится почему такая судьба потому что бог не хочет чтобы были замужем ему надоело вот это все держать он держит семью а вы рушите он держит а вы рушите уже второй раз нет второй раз семью первые вы считаете не знаете но были же до этого отношения которые вы разрушены я вижу по вашей судьбе что два человека вам уже было дано первый умер не выдержал до а так у нее тоже мужчина бросает у нее это мужчина не то что она бросил не вот как раз мужчиной бросает понятно что он козел понятно но мы сейчас разбираем ее жизнь уже понимаете мы как бы не не вопрос козел он или нет мы не решаем сейчас это понятно что он козел я не козел точно он козел мы сейчас решаем как дальше жить вот ей в этом вопрос сейчас весь понимаете вот чем проблема вы куда Пойдемте вот сюда сядьте, вы же не помогаете. Сейчас столько людей сейчас все поймут. Такая хорошая, смиренная, я вам все объясняю, вы слушаете, улыбаетесь. Давайте. Не каждый же выдержит. А если хочется, чтобы бросил, а он не бросает. Смотрите, вот хочется, чтобы бросил, а он не бросает. Почему? Почему? Мы не можем бросить друг друга. В чем причина? Почему? Вот я хочу уйти, а не могу. Почему? Хочу прийти, а не могу. Хочу семью создать, а не могу. Хочу уйти из отношений, а не могу. В чем причина? Кто-то задумывался об этом? В чем причина? Отношения держит кто-то другой, не я. Он и не дает создавать, и он также не дает разрушать потом. Отношения держит кто-то другой. Вот это надо открытие для себя сделать однозначно. Если бы он не держал, то я бы ушел и все. Мы же хотим расстаться, а не можем. В чем причина? Почему мы вместе до сих пор, когда мы замучили уже друг друга? Есть причина какая-то, значит, кто-то держит. Надо задуматься об этом. И именно тот, кто держит, он и не дает создавать потом. Потому что он думает, а зачем? Опять будет то же самое. Зачем этому человеку семья? Чтобы кого-то замучить опять? Он думает, я этого человека ей больше не дам, такого вот хорошего. А плохого она сама не хочет. Поэтому все получается, как бы никто не заинтересован в том, чтобы семья была. Теперь смотрите. Проблема не в том, что вы плохая. Вот вы такая же точно, как вот все вот, в том числе и я. Все вот в этом зале. Точно таки. Мы все эгоисты. Все абсолютно. По природе. Означает, себя оправдываем, других считаем виновными. У нас в этот мир вертится вокруг нашей правды весь. Понимаете? То есть мы правы, а все остальные как-то должны это понять. Так вот, в этом заключается глупость человеческая. Потому что это и есть неправильная жизнь. Это называется внешне направленная жизнь. Жизнь, в которой истины нет. Истина заключается в смирении. Когда человек принимает на себя судьбу, он говорит, я во всем виноват. Господи, пожалуйста, объясни. Ищет наставника себе, чистую душу. Пускай даже на иконе сначала. Чтобы сердце хоть как-то связать с истиной. Это не как-то, это реальная будет связь. Но мы просто об этом не знаем. Мы не знаем, что даже люди, которые живут вместе, они живут на самом деле далеко друг от друга, если они не связывают свои сердца во внутренней жизни. Но нужна внутренняя жизнь. Означает, вы хоть раз вот сели и подумали, я хочу тебя простить, я хочу тебя простить. Я желаю тебе счастья вот с этим человеком. Вот просто без него. А внутри себя о нем думайте и думайте, желайте ему счастья. Не думайте, что он меня не любит. Это не внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает отдавать, отдавать, прощать. Вот когда человек внутренней жизнью живет, от него уйти невозможно. Потому что он близким становится. Но вы с этим человеком не были близкие. Каждый из вас доказывал свое. Он свое доказывал в жизни, вы свое доказывали. Это не близость. Это и не любовь так же. Любовь означает отдавать, а не доказывать. Почему так в жизни у нас происходит? Потому что нас никто не учит жить. А почему никто не учит? Потому что мы и не хотим. Мы не принимаем как старшего никого в своей жизни. У нас нет старших. Ведь смотрите, муж и жена друг другу постоянно правду говорят. И как еще говорят со всей силы. Ты такая вот, ты бы была вот такой, было бы лучше. Она слушать не хочет. Она ему свою правду говорит. Ну то, что я ему сказал, неужели вам муж не говорил этого? Каждый день, да? Ну когда мог, когда мог говорил. Когда вы вводили из равновесия. Люди обычно молчат до последнего друг с другом. Молчат, потому что знают правду, близкий человек слушать не хочет. Молчат, молчат. Когда выходит из себя, они начинают правду кричать со всей силы. Ты такая упрямая, я уже устала. Со всей силы кричит правду. Она не слышит. И так близкие люди нам уже сто раз правду о нас говорили. Мы ее не хотим знать. Потому что мы в этом мире бунтуем. Не живем, а бунтуем. Мы не хотим вот понять, что я вот такой несчастный, плохой, злой. Надо стать хорошим. Мы бунтуем против этого всего. Мы не хотим знать эту истину. Вот я сидел с наставником, со своим. Разговаривал сейчас. 40 минут назад. Он мне одну вещь сказал. А я такой. Только потом себя на этом поймал. Вот точно лекции читаю каждый день. А сам точно такой же. Разницы нет. Я говорю, а он вот так вот. Он говорит, ну хорошо, он вот так. А речь-то сейчас о тебе. Я такой. Поймал. Видите, как мы устроены? Удивительным образом. Вся ложь, которая заставляет нас страдать в жизни, она сидит вот здесь на самом деле. И некому сказать просто. Почему? Потому что мы не хотим никого слушать. Вот в чем проблема. Мы все знаем. Вот это и есть самая первая ложь, которая в жизни человека существует. Я все знаю. Я и так все знаю. Не учите меня жить, Элочка-людоедка. Помните? 12-й вариант. Классический вариант. Который у нас здесь сидит у всех. Вот в этом проблема вся. Вот смотрите. Начинаем раскаиваться. Результат какой? Какой угодно. Это уже результат уже нами не предсказывается. Но он всегда хороший. Вот в чем дело. Вы начинаете раскаиваться. Я такая, я вот сякая, я не хочу быть такой. Пожалуйста. И святому человеку молитесь, вот так говорите. Говорите, что происходит? Сердце очищается от той силы, которая разрушила отношения. Это же оттуда пришло-то. И сердце из вашего. И что происходит? Говорит, ваш муж, который от вас еще никуда не ушел на самом деле. Никуда не ушел. Господь его держит рядом с вами. Просто ни вы об этом не знаете, ни он. И он не сможет сейчас зафиксироваться ни в каких отношениях до определенного времени. Потому что вашему браку еще дано время. И вот в вашем сердце знание об этом тоже есть. Так же, как в моем сейчас. Чувствуете, да, что есть тепло какое-то? Но вы не готовы. Вы не готовы сделать так, чтобы его потянуло назад. Вы не готовы к этому. Вот именно об этом и речь сейчас идет. А не о том, его искать или другого искать. Мы же не ищем. Господь сейчас эти отношения сохранил. Потом, когда это будет невозможно, он вас будет наказывать какое-то время. В угол поставит на много лет. Один, совсем один. Понимаете? А потом другого даст человек. Опять же он будет держать эти новые отношения до последнего. И так постоянно у нас в жизни происходит. А сейчас пока эти отношения. Эти отношения остаются. Если вы будете вести себя правильно, он его потянет назад. Но правильно означает, только на своем огороде стекла собираем. Вот что бы он не сказал, что бы он не сделал, как бы он себя не вел, это мое дело. Нет. Мое дело разобраться вот с этим, что у нас там внутри. Все. Все остальное не мое дело. Тогда его потянет назад. Он поймет, что воинственная группировка, которая вышибла из дома, его вышибла из дома, она уже больше не функционирует. А его вышибла из дома воинственная группировка, понимаете, которая сидела внутри вас, в вашем сердце. А сейчас она вдруг пошатнулась. И смотрите, как вы задали вопрос. Смотрите, стиль. Олег Геннадьевич, на эту записку, на эту. Это и есть воинственная группировка. Она и сейчас сработала тоже. Мне даешь. Кто кого бросил? Он виноват. Согласны? Спасибо вам большое за то, что вы выслушали меня. Это было очень трудно. Я вам очень благодарен, потому что все люди кое-что поняли. В том числе и я. Спасибо вам. Итак, тема нашей сегодняшней беседы это создание семьи. Вы просили напомнить про различие психики. Про что? Про различие психики. Спасибо, да. Различие психики. Итак, тема нашей сегодняшней беседы это создание семьи. Но вы с лекции-то не уходите. Различие психики. У нас есть три аспекта. Душа имеет три аспекта, которые дают ей жизнь. Вернее, это три аспекта сознания души. Из этого наша жизнь соткана. Первый аспект называется вечность. Мы все стремимся к вечности одинаково. Все люди хотят жить. Все люди хотят стабильности. Мужчины, женщины не имеют значения. Второй аспект. Счастье. Любовь. Аспект любви. Одинаково ли этот аспект в сердце существует мужчины и женщины? Вот в этом вопросе у меня к вам серьезный вопрос. Вот одинаково ли относятся мужчина к любви и женщина к любви? Нет. Нет, правильно. По-разному. А кто является объектом любви и кто является тот, кто добивается ее? Правильно. Объект любви женщина. А почему? В чем причина? Ага, мужчины должны рожать, значит, тоже, да? Мужчины должны добиваться чего? Мужчина заинтересован в распространении семени. То есть это обезьяна. Мужчина – это обезьяна. Цель жизни – это распространить семя. То есть это обезьяна. То есть мы обезьяны все. И цель нашей жизни – это распространить семя. Вот сейчас моя цель – распространить на вас свое семя. У меня нет другой цели. Я тоже мужчина, я считаю. Видите, какая тупость сейчас у нас сидит Из-за культуры, в которой мы живем Мы из мужчины что сделали? Настоящую обезьяну Настоящую обезьяну Вот да, это так Вот смотрите, допустим Если сейчас в общество лозунг Крикнуть Кто настоящий мужчина? Настоящий мужчина Сразу большинство людей подумают Ага, настоящий мужчина Но я могу несколько раз подряд Большинство людей так считают Ты мужик или не мужик? Но означает вот это Больше ничего Но это не потому, что так всегда было А потому, что мы сейчас Создали такую культуру Мы в такой культуре живем Что мужчина считает Что вот это и есть самое главное В чем заключается мужчина Но интересно знать Что вот это вот самое главное В чем заключается мужчина Он получает уже в 15 лет Когда вот это все самое главное уже выросло А мозгов при этом нет И интересно так же знать Что именно в этом возрасте В 15 лет он семью создать не сможет Почему? Не потому, что что-то не выросло У него все классно работает И он мужчина в этом плане самый крутой Вот Проблема есть другая Он не сможет жить женщиной Он не сможет терпеть ее эмоции Не может зарабатывать ей деньги Не сможет даже вот терпеть эту ситуацию Что она женщина, он мужчина Означает, что она его будет мучить А он должен с этим смириться Но даже не в этом проблема Проблема заключается в том Что он берет одну замуж Одну жену всего Она, оказывается, сильно любит свою маму и папу Женщины очень к родственникам привязаны И, оказывается, приходится брать еще В отношении еще ее и родственников Которые как бы не планировал брать Но даже это не самое главное Самое главное заключается в том Что из нее разные люди вылазят Которые тоже семьей становятся И непонятно, как себя ведут потом И с ним тоже приходится отношения строить И знаю как Когда молодой парень 15 лет это все увидит Он подумает О, не хочу И убегает Потом, когда он Вдруг, если так получится в его жизни Что он станет все-таки мужчиной Не означает Распространитель семьи Не означает А означает Человеком серьезным Глубоким Ответственным Который старается О семени не думать вообще А думать о жизни вообще О жизни Потому что Что такое в моем понимании Жизнь? Жизнь в моем понимании Это секс И вот знаете Вот Жизни что-то мало Потому что секса В жизни всего 5 минут в день Ну там 10 может быть У кого-то 30 допустим Максимум 30 А в дне 24 часа И чего делать Эти 24 часа Не знаю Жизнь кончается Вот Сексом позанимался Полчаса Ну такое Крутой Допустим Вот А? Думать об этом, да? Думаю Думаю об этом Думаю о попе Каждый день Каждый час Каждую секунду Потом Когда сила появилась Опять секс Потом опять думаю Потом опять секс Потом опять думаю об этом И потом думаю А нафига мне вот эта вот Вообще думалка Вообще Нафига она мне нужна Потому что секс Без нее лучше получается Потому что когда Эта думалка работает Тебе приходится думать Об этой женщине А так вообще Вот если ее отрезать Можно просто То с одной То со второй То с третьей А здесь ничего не возникает Вот допустим Обезьянки на деревьях С одной позанимался Со второй позанимался И все нормально А думалка мешает Понимаете Вот в этом проблема Вот в этом проблема Думалка мешает мне Нормально жить Означает Здесь секс Там секс Там здесь секс И так далее Я говорю про жизнь Про жизнь я говорю Если мы ставим Какое-то понятие жизни Мы это понятие развиваем Если мы говорим О понятии Значит мы ставим цель В это понятие Вкладываем какую-то силу И понятие дает результат Мы решаем Что такова жизнь Мы решаем Что такова жизнь Значит, и результат будет точно такой же. Браво, браво, Олег Геннадьевич! Что-то никто браво не говорил. Артисты, ну ладно, хорошо. Итак, мои хорошие, мы с вами запутались конкретно просто, конкретно. Вот то, что мы сейчас слышали, это ведь философия-то не на уровне бурлаков на Волге. Это философия на уровне психологов происходит. Мне ведь концепции-то психологические сейчас излагают, а не концепции людей, которые сидят и бухают. В этом заключается проблема тяжелейшая нашей судьбы. Вы понимаете, наше сознание сместилось отсюда, вот сюда. Как бы вот наше понимание жизни, наше вот это вот, допустим, не рассматривается вообще. Это вообще не рассматривается, потому что вот эта концепция, о которой мы сейчас говорили, и вот это, они прямо противоположные, понимаете? Там, где есть вот эта идея, что секс как бы и все, там нет идеи верности, нет любви, понимаете? Потому что эта идея, она разрушает даже концепцию семьи. Вот эта идея, секс, основа жизни, означает, семья мешает. Потому что в сексе, потому что в семье невозможно сексом наслаждаться в полной степени. Невозможно, надоедает близкий человек. Ну сколько лет ты можешь с ним вот так вот классно сексом заниматься? Надоедает. Это означает, что нужен кто-то другой, понимаете? И об этом тоже психологи говорят современные. Они говорят о необходимости гулять от близкого человека из-за того, что секс главное, а ты не реализуешь себя, и поэтому у тебя там здоровья нет. Смотрите, интересная концепция. Если ты себя в сексе не реализовал, у тебя там болезни накапливаются, значит, нужен кто-то другой, нужны другие партнеры, чтобы быть здоровым. И так далее. Если вы хотите, чтобы я так тему развивал, тогда мне здесь делать нечего. Потому что я так не считаю. Я так не считаю. У меня другое понимание вещей. И если вы мне сказали, давайте поближе к жизни, тогда я хочу сейчас прочитать лекцию поближе к жизни. Хочу. Дайте мне эту, пожалуйста, возможность и не выкрикивайте, потому что я сейчас буду читать поближе к жизни. Будет очень практичная и правильная беседа. Вот то, что вы сейчас говорите, это не поближе к жизни, это поближе к обезьянам. А мы люди, понимаете, и у нас другая жизнь. Нам хочется честности, чистоты, нам хочется верности, нам хочется глубины. И хочется стать таким человеком, который бы смог победить это половое гнусное желание, которое только портит наше понимание, что я человек. Потому что люди, когда на основании этого полового желания строят свою личную жизнь, они перестают быть любви, понимаете, перестают быть людьми. Это половое желание, это всего лишь определенная небольшая часть семейной жизни, которая не является главной, не является главной, попытайтесь это понять. Если это непонятно будет, вся семейная жизнь будет разрушена, потому что каждому человеку половое счастье в жизни суждено лишь немного. Обязательно в каждой семье это закончится в какой-то степени и не будет такого глубокого чувства, как раньше. И зачем тогда с этим человеком жить? А посмотрите, сколько семей уже разрушены из-за того, что люди именно так и считают. Если мне с ним уже, я не могу вот так быть счастливым в этом вопросе, зачем тогда мне с ним жить? Он бросает жену, детей. Они все мучаются и страдают просто потому, он не может объяснить им, детям, почему он бросил их мать. Потому что палочка и колбочка перестают тереться, как он хочет. Но это же бред, это бред. И неужели мы ради этого бреда живем здесь, на этой земле? Итак, на ваш вопрос продолжаю ответ свой. Мужчина не просто так стремится к женщине. Есть причина. Причина заключается в том, что мужчина чувствует от нее любовь. Женщина, вот смотрите, как происходит с самого начала. Душа, находясь в тонком теле, а мы живем вечно, чтобы вы знали, и психика человека не умирает. В ведах она называется тонким телом, психическим телом. Душа, находясь в психическом теле, у нее есть выбор. Развиваться в сторону познания мира, что дает человеку счастье в конечном счете. Или развиваться в сторону любви, что дает ему счастье. И душа выбирает, допустим, любовь. То есть аспект любви начинает взаимодействовать с ней в полной степени, и она рождается в женском теле в этом случае. Как она развивается? Смотрите, она развивается в результате душа в тонком теле. Развивается, грубое тело как развивается. Под влиянием энергии любви. Означает изящно, красиво, стройно, грациозно, голос нежный. Отношение к жизни нежное, глубокое, очень тактичное. Понимаете, все поведение соткано вот из этого. Из такта, верности, глубины, чистоты, нежности и так далее. Гармонии с этим миром. Так устроена женская природа. Или я не так говорю? Ну неужели мужчина точно так же устроен? Нет. Есть второй вариант, когда душа... Вот психологи, кстати, это одно и то же. Мужчина с женщиной одно и то же. Я сейчас объясняю идею. Когда душа, находясь в тонком теле, хочет знания, потому что три аспекта есть, три аспекта души. Мы все стремимся к вечности, мы не хотим умирать. Мы все стремимся к счастью. И мы все хотим знать, как быть счастливыми. Никто не может не хотеть знать. Никто не может не хотеть счастья. И никто не может не хотеть вечности. Никто, ни один человек. Это наша глубокая природа, в которой мы живем внутри себя. И вот мужчина, он стремится к знанию. означает решимость в достижении знания, смелость, твердость, принципиальность, устойчивость в направлении, в котором ты идешь, нежелание сворачивать, означает определенный тип психики, направленный на движение, способность двигаться, достигать цели поставленной. Психика очень крепкая, тело крепкое, твердое, устойчивое. Мужчине, допустим, нравится спать на жестком, ему это больше здоровья. Мужчина закаливает, становится здоровее. Мужчина, когда голодает, крепче становится. Мужчина, когда испытывает трудности, крепче становится. Смотрите, у женщины все наоборот. Если она спит на жестком, она становится больной. Если она слишком холодной водой обливается, она становится больной. Если слишком много трудностей в жизни, это ее изматывает. Если надо куда-то двигаться слишком сильно вперед, ей от этого плохо становится, дурно жить. Она стремится к гармонии, она стремится к любви, она стремится к чистоте, к честности, к вере, верности, к семейным, близким отношениям, к глубоким отношениям женщина стремится. Я сейчас что-то про секс сказал? Нет. Я сказал про женскую природу и мужскую, понимаете? Означает более возвышенные вещи, более высокие вещи, которыми человек и должен жить. Это и есть настоящая жизнь, понимаете? Вот смотрите, выбирайте. Вот сейчас выбирать, потому что какую цель вы выберете для себя, туда и пойдет человеческая душа. Один вариант, просто секс, означает никаких вот этих глубоких отношений, потому что секс умешают эти глубокие отношения. Вот смотрите, допустим, молодой человек с девушкой встретились, мы сейчас развиваем тему создания семьи. И тема, вот этот вопрос, то, что я очень благодарен девушке, которую подняла. Тема вот эта вот очень важна. Чего мы хотим создать? Какая цель человеком движет, такой результат. Вот смотрите, я хочу глубокого счастья в интимной жизни. Глубокого счастья. Я себе поставил такую цель. Куда я пойду создавать семью? Туда, где я могу в интимном плане почувствовать человека. Иначе как я создам такую семью? Это означает дискотека, означает ресторан, где можно распредпоститься как-то и так вот почувствовать человека. То есть нужны специальные отношения, в которых я почувствую интимную часть жизни человека. Второй вариант. Я хочу создать семью, в которой будет верность, чистота, красота, возвышенность, самопожертвование. Куда я пойду? В дискотеку? Там человек не проявляет свои возвышенные качества, он там проявляет низменные. Пам-пам, пам-пам-пам. Там у него нижние части тела двигаются, там верхние не двигаются. Душевный порыв там не двигается. Он проявляет свои, как бы, самые нижние части. Там не принято стоять возвышенно очень на дискотеке. Раскрепостись, раскрепостись, будь как все. Давай, 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 давай. Ля-ля, ля-ля-ля-ля. И так учат танцевать там. Танец живота. Раскрепостись, чтобы все вниз шло, вниз. Все, раскрепостись. А, давай, давай. Но человек, который стремится к высокому, он не может перед всеми раскрепоститься. Он стесняется. Ему очень тяжело. Вот он возвышенный такой, ему хочется верности, любви, красоты. Он пришел на дискотеку, и ему он стесняется вот так. Потому что это, как бы, ну, некрасиво так себя вести. Стыдно. Человеку, который в сердце имеет вот это желание, чистоты, верности, настоящей жизни. И смотрите, допустим, мужчина и женщина встречаются друг с другом. Вот в этой концепции, нравственной, нравственной концепции отношения строят. Стыдно. Вот это все друг перед другом выстворять. Стыдно. Там не стыдно было, а тут становится стыдно. Видите, интересно. Одна концепция сразу сближает людей, и они быстро склеиваются в сексе. Очень быстро. Там несколько дней, они уже лежат в постели. Все. Один вариант создания отношений. Потом, что будет потом интересно. Если эта концепция правильная, давайте посмотрим будущее. А в будущем будет вот что. Они нас занимаются сексом, а потом, опа, а с этим чуваком еще надо, оказывается, разговаривать уметь. Ну что, у него какие-то свои взгляды я не ожидала. Люди даже не знают, как поговорить друг с другом потом. Потому что они не создавали отношения на основе беседы. Они создавали отношения на основе наслаждения. Им надо было наслаждаться друг с другом. Наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. И вот эта вот беседа искренняя о том, как я хочу жить, как ты хочешь жить, она же мешает этому наслаждению. Наслаждение заканчивается. Надо принимать человека. Не наслаждаться им, а принимать его, понимаете? А это трудно. И мы говорим, не надо ни парь мне мозги, не надо мне все это твои. Вот давай просто жить нормально и все. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. А там у нас все нормально. И так. Ну так они живут. Потом, оказывается, трогать-то надо, потому что есть дети. Их надо воспитывать. Есть какие-то моменты в жизни, которые надо решить. Например, ему захотелось другую женщину. А мы не обсуждали этот вопрос. Он говорит, а что, мы не говорили об этом никогда. Я и не знал, что тебе не нравится, что я с другой сплю. А она говорит, а я так считаю, что ты так возмущаешься. А вот я считаю, что можно, мне нормально. И ты спишь с другим тоже. Думаю, она думает, ну ладно, хорошо, пошла с другим спать. Приходит, а что-то он недовольный. И она ему говорит, тебе нравится, что я с другим сплю, мой хороший. Он говорит, нравится, нравится, пошла вон. Он хочет в эту игру играть, а не может уже. Потому что в сердце его тоже он почувствовал, что она его предала. Предала. Оказывается, все-таки нравственность-то есть в отношениях. Просто мы вот глазки-то свои на это хоть хотим закрывать. В этом проблема. И оказывается, высокие и глубокие отношения между мужчиной и женщиной тоже есть. Но нам вот проще так вот считать, что он стремится к продлению рода. Он стремится семя свое в женщину ввести. В этом заключается его суть. Мужчины. Божественного начала. Божественного начала. Мужское начало имеет божественную. Не обезьянью природу. Не обезьянью, а божественную. Попытайтесь это понять. Попытайтесь. Иначе счастья в личной жизни не будет. Ведь если мы не видим мужчине божественного начала, мы к нему не будем относиться уважительно. Но что уважительного в том, что человек хочет свое семя куда-то впихнуть? Что в этом уважительного? Что в этом такого важного и главного вообще в жизни, чтобы я к этому человеку относилась вот с глубоким уважением и трепетом? Вот к этой картинке, что ли, которую он делает вот со мной по ночам, я должна к этому относиться с трепетом и уважением. Да это противно на самом деле смотреть, если уж на то пошло. Нет здесь никакого возвышенного чувства от этого. Да, это возникает в нашей жизни. Но зачем этому так много уделять своего сердечного внимания? Ведь в мужчине есть в тысячу раз более важные вещи, которые надо в нем узнать. А если ты в нем этого не узнаешь, как ты сможешь его уважать? Как? Вот с чего надо начинать нашу лекцию, а не с того, чего некоторые здесь сидящие хотели. Потому что от этого жизнь-то и рушится. Вот смотрите, есть несколько концепций создания семьи. К чему стремимся, то и получаем. Таков результат жизни. Первая концепция, самая примитивная. Я хочу наслаждаться интимной близостью с человеком. Интересно знать, что вот эта вот вещь примитивная у каждого человека в сердце живет. У каждого. И некоторые люди считают ее основой своей жизни, а другие считают, что это не так важно. Но у каждого человека это желание интимной близости сжет сердце. У каждого человека. Вот эти две прямо противоположные понятия жизни, это две философии разные, которые борются между собой. Сейчас на нашей земле победила вот эта философия, что вот эта вот интимная близость и есть самая лучшая в семейной жизни. Это и есть настоящее счастье. Это и есть ради чего мы живем. Люди даже не хотят думать о том, что есть что-то другое вообще. Потому что это труднодостижимые вещи. Вот это просто все. А все остальное очень сложно. Вот смотрите, как работает система в этом случае. Я начинаю медитировать, то есть у меня всплывает образ определенный, как я создаю семью. То есть я создаю вот, я ищу себе вот такую вот девушку. Я думаю уже дальше не ее психике, а форме. Я смотрю на форму, мне вот нравятся вот такие девушки. Они у меня вызывают вот это чувство очень сильного сжения. Я чувствую счастье от этого всего очень сильное. Вот такие мне нравятся. Дальше что? Я ищу такую девушку. Симона, девушка моей мечты, королева красоты. Ну то есть вот такая концепция. Ну и, соответственно, кого я найду? Симону. Девушку, которая имеет точно такую же концепцию. Точно такую же. Потому что невозможно, разные концепции не встречаются. Нет гармонии между ними. Понимаете, гармония всегда бывает на одних и тех же уровнях сознания. Вот если у тебя сознание такое, хочу наслаждаться женщиной. Все, это и есть моя. Я готов семью создавать с ней. Вот хочу вот это и все в жизни. Больше мне ничего не надо. И у нее тоже такая же концепция. Хочу наслаждаться мужчиной. Все. Дальше что происходит? Надо искать где-то такую девушку. Я уже объяснил, где надо и где можно ее найти. Там, где эта энергия от человека начинает легко и доступно идти. Вот, допустим, в храме не найдешь такую девушку. Потому что в храме все стоят, молятся. У них вот это все не раскрыто. И не поймешь, то ли у нее идет эта энергия, которой мне хочется, вот это вот счастье. То ли от нее идет, то ли не идет. Не поймешь в храме. Потому что там возвышенная атмосфера, все стоят, молятся, все такие скованные, ничего у них не болтается внизу. Ничего не дергается, непонятно, как это работает. Значит, дискотека получается. Дальше как события разворачиваются. Друг, как в сказке, скрипнул по дверь, все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Так? Правильно. И дальше что начинается? Медовый месяц. Ну, то есть очень много радости, счастья, потому что состыковка произошла в Союз Аполлон. Гармония произошла на нижних центрах. И очень много красивых дней, которые описаны во многих фильмах сейчас. Все фильмы это описывают, эту концепцию. Если вы хотите посмотреть, там вот как раз вот это вот описывается все. Вот это вот красивая жизнь. Вот в этом вот наслаждении мужским и женским телом. Они наслаждаются друг другом, наслаждаются друг другом, наслаждаются друг другом и наслаждаются друг другом. Теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, а вот всю жизнь так возможно или нет? А кто считает, что может поднимить его? Правильно, правильно. Такие обязательно люди есть. Присутствием любимого человека. Но это одно и то же. То же самое. Ну как нет? Ну то же самое. Жизнь короткая, скоро закончится, наслаждаемся. Раз, закончилось все. Так. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, Не думая о горе, с ковшом вина в руке. Конечно, классно. Надо разобраться только в вопросе, может это 30 лет длиться или нет? Вот в чем вопрос. Почему я слышу? Сегодня классная лекция. Ну ладно, помогают конкретно мне. Спасибо вам тоже за то, что помогали. Сейчас вам объясню, как веды объясняют, что происходит. Вы хотите знать, кстати, нет? Вот смотрите, что происходит. У нас внутри есть такая зона, вот здесь сердце, в которой находится хорошая карма и плохая. То есть там находится наше благочестие. Хорошая карма означает благочестие. Означает то, что возникло в результате моих хороших поступков прошлых. То есть я хорошие поступки накопил, и вот здесь у меня накопилась штучка, которая дает возможность мне счастливым быть в жизни. Теперь смотрите, интересно, как происходит, когда люди встречаются. Что такое влюбленность? Надо разобраться в этом вопросе. Смотрите, мужчина и женщина. На сердце возникла гармония. Гармония нижних центров на сердце. Любовь в сердце возникает. Но гармония может быть на нижних центрах. Вот так идти, вот так. Или вот так. Ну, по-сякому. Она может возникнуть. Гармония. Означает влюбленность. Вот смотрите, мужчина смотрит на девушку, и у нее вот здесь вот, там, где карма находится, там есть узелки кармы, карма-васаны. Одни узелки состоят из хорошей кармы, другие из плохой. Он смотрит просто на нее. И в результате этого взгляда у нее изнутри выходит просто в результате взгляда. Представляете, он вытягивает из нее взглядом свою мечту. Она вылазит наружу. И в результате из нее изнутри выходит то, что он ждал. То есть она становится вот такой вот послушной, нежной, сексуальной. Вот такой она становится, понимаете, в результате его взгляда. То есть его благочестие сработало так, что он вытащил из нее то, что он хотел. В результате она в такую превратилась. Фантастика, что все остальное он не видит в это время. И то же самое она смотрит на него, когда совпадает, понимаете, ведь бывает и так, что не совпадает. Он вытягивает, а она нет. Это называется несчастная любовь. Он хочет с ней отношения строить, а она не хочет. Так что бывай, бэби, так что бывай, не приставай, не приставай. Для поцелуев, бэби, повода нет. Нас потревожил бэби солнечный свет. Такая система. Интересно, да? Смотрите. Хорошая карма вышла на руду же у обоих. В результате появилась вот эта энергия счастья. Мы в это время заслужили ее или нет? Мы что-то делали для этой энергии, чтобы она, вот понимаете, в мире как? Ты что-то сделал, получил счастье. Здесь ты что-то делаешь? Нет. Ничего не делаешь. Просто счастье выходит изнутри и все. И люди верят, что они имеют право так жить всю жизнь. Ну вот где они такое в жизни видели? Чтобы счастье само выходило, ты ничего не делаешь, просто сидишь, только лишь в фильме «Вечера на хуторе. Близди Каньки». Так. Сидит, ничего не делал, даже сам залетает в рот. Сидит. Накопил, накопил, конечно, накопил. Никто не против этого. Я сейчас говорю, что накопил как раз. И что дальше происходит? А дальше он ничего же не копит. Он же ничего не делает, он никого не любит. Любовь означает пожертвование, терпение, смирение. Означает что-то делать для близкого человека. Бескорыстно. Любовь бескорыстную природу имеет. А в данном случае бескорыстие есть какое-то или нет? Нет, просто ты наслаждаешься. Какое бескорыстие? Ты наслаждаешься им, он наслаждается тобой. Два человека не бескорыстно находятся друг с другом, они просто балдеют друг с другом и все. Это состояние называется влюбленностью. Почему не любовью? Почему не навсегда? Потому что эта система предназначена для того, чтобы показать самое лучшее в человеке. Вот если для тебя самое лучшее только нижние центры, значит вот это самое лучшее. Но у него есть еще более лучшее, понимаете? Тут и не хотел видеть. Лучше вначале увидеть самое лучшее более высокое, понимаете, когда создается семья. Для этого нужны другие концепции счастья в сердце иметь. Все равно постель все лягут потом, это не проблема. Лечь в постель, кстати, не проблема. Проблема, чтобы увидеть что-то более высокое до постели. Вот это проблема. Потому что когда уже простель произошла, более высокое уже не видно. Ты вот видишь человека вот таким вот. А более возвышенные вещи в нем ты не увидел, уже не успел. Даже не в этом проблема, понимаете? Проблема в том, что не предусмотрено природой на всю жизнь то, о чем так сильно мечтали большевики. Не предусмотрено природой. Не хватает вот этой вот кармы на всю жизнь. А даже если бы хватило, кем ты тогда будешь в следующей жизни? Все благочестие закончилось. Тю-тю. Ведь мы расходуем. Вот это вот состояние, в которое человек такой стремится, это состояние означает расходовать, а ничего не делать. Понимаете, люди балдеют просто рядом с другом другом и все. И они считают, это и есть то, что я хотел всю жизнь иметь. Потом что происходит? Хорошая заканчивается. Мой опыт показывает. Вот давайте сейчас статистику проведем с вами, если вы не верите мне. Вот мой опыт показывает. Три года вот такого балдежа друг другом. Это самый большой максимум. У кого больше лет длилось, поднимите руку. Ой, крутизна, крутизна. 14 лет. Одна всего подняла. Смотрите, у нас сидит здесь 800 человек. Одна всего подняла. Вот я поэтому говорю, что крутизна. Вот. У кого три года? Поднимите руку. Вот такое вот состояние балдежа, ничего не надо. Видите, не так много, но есть. А у кого через год все закончилось? Поднимите руку. А у кого через полгода? Что, даже полгода не было? Поэтому говорят, медовый месяц. В этом заключается глупость человеческая, понимаете? Смотрите, сколько книг написано. О чем? О влюбленности. Ведь это же не любовь. Это просто желание балдеть другим человеком. Причем желание очень небескорыстное. Очень небескорыстное. Помните, как Дездемону грохнули? За что? За что Дездемону так грохнули? Хорошая девушка была. А грохнули ее, потому что любовь, она не совсем безобидная, понимаете? Ее грохнули, потому что жестокая эта штука, на самом деле, влюбленность. Жестокая, очень злая штука. Сколько людей покалечило конкретно. Ведь когда мы влюбляемся сами, мы этого не понимаем, что она жестокая эта штука. А вот когда влюбляются в нашего мужа, тогда мы это очень хорошо начинаем понимать. И когда муж уходит из дома с счастливым лицом и говорит, я нашел свое в жизни. Оказывается, все, что до этого было, вот его дети, жена, это было не то. А вот эта влюбленность, она ведь мозги-то срывает конкретно людям. Он ничего не соображает в это время человек. Он думает, что вот это есть, вот это настоящая жизнь. И так как мне хорошо, вам тоже всем будет хорошо. Поэтому я и ухожу, чтобы все были счастливы. Ты найдешь своего, а я нашел свою. А она с детьми, со своими родными, которые больше другого отца родного уже в жизни не найдут, останется, остается одна. И думает, а как, как, с какой злобой устроен этот мир. Почему так, что у нас была семья, ее так жестоко разрушили с улыбкой на лице и с ощущением любви в сердце. Так, мои хорошие, это же не любовь. Как вы не понимаете, что то, ради чего вы посвящаете свою жизнь, это не любовь. Это страшная штука, которая основана только лишь на вожделении. Вожделение, веды говорят, самый страшный и смертельный враг человека. И на самом деле, влюбленность это хорошо, если ей правильно пользоваться. И сейчас я вам буду объяснять, как правильно пользоваться. Раз вы уже поняли, что вот эта мечта, что я буду балдеть рядом с человеком, с близким, это просто иллюзия, в которую люди попадают как капкан. И поэтому и потом страдают в своей жизни. Если вы хотите настоящей жизни счастливой, давайте от этого капкана теперь отойдем и будем двигаться дальше. Во-первых, разберем вопрос один важный. Что становится с теми семьями, которые созданы вот таким образом. Вот смотрите, очень интересная закономерность. Если бы гармония могла возникнуть на высших центрах сразу, то вот этого бы не было. Почему? Потому что, смотрите, два человека сгармонизировали на высших центрах. Это значит, что они возвышенное друг в друге видят. Вот когда ты видишь девушке возвышенное, ты ее в постель будешь тащить или нет? Вопрос к залу. Нет. Сейчас объясню, почему. Потому что неудобно возвышенную женщину тащить в постель. Неудобно, стыдно, понимаете? Она чистая, возвышенная, светлая вся, а ты ее в постель. Неудобно. Некрасиво, понимаете? Вот почему. С ней хочется вот о чем-то светлом поговорить. О том, вот как мы будем верность соблюдать в личной жизни, в отношениях. Что такое верность? Что такое чистота? Нет, не так я говорю. Нет. Эх. Чего же вы здесь сидите тогда? А? Чего? Интересно, чем мы здесь закончатся сегодня. Ждете, чем закончатся. Закончатся очень важными вещами. Итак, смотрите. Вот создали мы такую семью. На нижних центрах. Верхние, значит, не работают. Там нет сильной совместимости уже заранее. Потому что, если бы она была там сильная совместимость, отношения бы развивались не так, а вот так. Это было бы совсем иначе. Люди бы встречались какое-то время, общались. У них бы строился очень глубокий внутренний диалог. И потом только уже отношения спускаются вниз. Понимаете? Потом. Когда уже вот здесь сверху отношения уже сформированы. Тогда они спускаются вниз в этом случае. Ну, а если они сформированы там, внизу, что тогда происходит? Тогда происходит следующее. Через некоторое время, обычно это бывает 3-4 года, люди начинают чувствовать, что они не могут поговорить друг с другом. Они начинают видеть и чувствовать, что вот это вот просто то, что происходит в постели, их уже не устраивает. Им нужно как-то понять, как им жить вместе. А есть разные, понимаете, понятия жить. Разные понятия. Первое понятие – достаток. Находится вот эта совместимость, вот это вот то, что мы говорим, вот это самое, вот это вот просто наслаждение постелью. Эта совместимость, она мною сейчас объясняется. А выше есть другая. То есть люди иногда более высокую концепцию имеют совместной жизни. Означает жить хорошо. То есть означает, что будет достаток в жизни, будет квартира, будет машина. Вот это их притягивает друг к другу больше всего. У них другие места встречи уже будут, понимаете. Они в других местах будут встречаться, уже по-другому отношения строить. Есть еще более высокая концепция, когда люди ищут себе человека, который бы отношения чести имел. Ну, то есть, понимаете, есть счастье в постели, есть счастье в достатке, потом идет счастье в развитом, развитые, то есть счастье развитых отношений в обществе. Ты развитый в обществе человек и я, и общество нас всех уважает. Это более высокий уже уровень отношений. Такие люди стараются встречаться уже в элитных кругах каких-то. То есть там должны быть какие-то правила отношений более высокие, чем просто там на дискотеке, понимаете. Они встречаются на каких-то вечерах, где они ведут себя там по-другому. Есть еще более высокие отношения. Это отношения предусматривают уже нравственные принципы какие-то. Люди хотят чистые отношения в семье построить, нравственные отношения. Есть еще более высокие отношения. Отношения, которые основаны на стремлении к Богу. Желание жить для Бога вместе, в семье. Понимаете? То есть разные концепции счастья. И эти концепции счастья тянут человека в жизнь за собой. Можно разобрать, как это работает. Смотрите, самая низшая концепция. Мы хотим просто вот, чтобы хорошо было с другом, с близким человеком. Просто хорошо. Три года. Максимум наслаждения. Начинается все с наслаждения. Такие отношения начинаются просто с романса. То есть мы балдеем, наслаждаемся. У нас вот эти романтические отношения идут. Потом постепенно романтические отношения заканчиваются, потому что надо решить многие вопросы, которые уже не романтическую природу имеют. Например, мы будем расписываться или нет? Это не романтический вопрос. А в романтических отношениях такие вопросы мешают. Поэтому люди, когда они строят романтические отношения, они говорят друг другу, ну давай поживем просто гражданским браком сейчас. Чего об этом париться? Ну гражданским браком поживем. А почему они париться не хотят? В чем причина? Потому что они не верят друг другу. В таких отношениях веры не бывает. Потому что, чтобы верить человеку, надо с ним познакомиться. А секс это еще не повод для знакомства. Понимаете? Люди, когда в сексе живут, они просто наслаждаются друг другом. Знакомиться означает что-то сердцем делать друг друг друга. Это совсем другое. Это разные вещи совсем. Сердцем делать означает быть верной, например. Но это другая уже вещь. Она как бы в картинку не входила. Но в семье невозможно жить и не быть верным. Понимаете? Рано или поздно приходится об этом думать. Потому что, если ты неверный в семье, значит, надо как-то теперь строить отношения с близким человеком. А эти отношения уже не построишь, как раньше. Нужно как-то финтить, вилять. И в этом проблема. Видите, оказывается, есть смысл говорить до создания семьи о том, как будет жить наша семья. Но чтобы говорить, для этого нужно быть трезвым. Люди, когда наслаждаются друг другом, они не могут трезво и серьезно говорить друг с другом, потому что это не то настроение. Но эта сила наслаждения настолько сильна и высока, она настолько мощную природу имеет, что человек под влиянием этой силы, он не может опомниться. Он просто балдеет и все, понимаете? Ему все равно, как будет дальше строиться жизнь, потому что он верит, что все будет хорошо. Вот это ощущение счастья, исходящее от близкого человека, дает ему веру в сердце. И он думает, да все будет классно, мы так совместим, мы так любим друг друга. И потом, когда благочестие кончается, вот эта сила кончается, благочестие, наступает интересное чувство, и близкий человек другому говорит близкому человеку, а почему ты сейчас мне так не улыбаешься, как раньше? Почему ты сейчас так со мной не разговариваешь, как раньше? Почему ты не можешь так же себя вести, как раньше? Ведь нам же с тобой было хорошо друг с другом. И в какой-то момент он понимает, что от нас, с тобой, это не зависит. Это не зависит от двух людей. Они, может быть, и хотели, как раньше, но они не могут, потому что вот эта энергия, благочестие уже закончилась. Потому что не может в этом мире человек все время балдеть. Потому что жизнь человеческая не предназначена для балдежа. Итак, смотрите. Наступает вот этот период, в котором люди трезвеют. Вот это вот балдежа, он заканчивается, трезвость наступает. И эта трезвость характеризуется холодом, каким-то отчаянием. Человек не знает, что ему дальше делать, потому что он насчитывал на то, что вечным не бывает. Меды объясняют, что в этом мире вот этот вот вкус счастья от чего-то никогда не бывает вечным, ни от чего. Допустим, ты любишь мед. Постоянно ешь этот мед, он надоедает. Любишь, допустим, какой-то курорт. Ездишь туда каждый раз, надоедает. Уже не можешь туда дальше есть, потому что надоел. А с одним и тем же человеком надо всю жизнь жить, понимаете? Вот эта система балдения, наслаждения чем-то, она не работает в личной жизни, вообще не работает, потому что надоедает, надоедает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok